Всем привет, наши дорогие зрители и подписчики канала. Вы, как всегда, на канале Семяна Чемоданных. С вами я, Славян. У нас идет тропический дождь. Хочу меня кусать в ногу муравей. Вот это да. Сегодня я вас приглашаю в новый выпуск, который точно заслуживает лайков, комментариев и, конечно же, репостов. Я напомню, что мы всей семьей в количестве пяти человек, я, Насенька и трое детей, приехали в Азию на Шри-Ланку. И сегодня сбудется наша мечта. Ну, во-первых, мы увидим океан впервые в жизни. Во-вторых, мы в нем искупаемся. Мы позавтракаем с видом на океан. Мы сходим в магазин и посмотрим, какие здесь цены, купим местную еду. Помимо этого, мы сегодня впервые нарулим здесь денег. Я покажу, как мы это делаем. А еще сегодня мы покатаемся на местном транспорте. Ну и, конечно же, я вам сделаю обзор виллы, в которую мы заехали. И, конечно, расскажу, что по цене. В общем, друзья мои, выпуск будет максимально интересный, насыщенный на движнике, поэтому обязательно его поддержите. Погнали в новый выпуск в первый день в Азии, Шри-Ланка. Наша первая прогулка. Центральная улица. Эта улица может добраться до всего. Вот такой у нас тут заезд. Такой Настенка. Так. О, как жарко, слушайте. Вот они тук-туки, можно тоже доехать куда угодно. Здесь же магазины. Сим-карта, кстати. Здесь же. Люди нормальные зонтиками ходят, а мы на шарики. Прикиньте, прикиньте, он деньги снял. Ничего себе. Это как делать? Вот это дела. Папа, это как? Ну. Мы спасены. Ну, раз такая пьянка пошла, то мы снимаем еще деньги. Снимем тогда 40 тысяч рублей, да, снимем? Начнем. Окей. Кремс. Это идеально. Так, смотрим. Причем по курсу вывел первую пачку по-нормальному, прям по-идеальному, я бы даже сказал. Муха. Это недалеко. Сразу зашли в местный магазинчик. Купить воду. Очень сильно хотим пить и есть. Вода здесь вот такими штуками упакована. Две вот таких вот литровые бутылки вышло 240 рупий. Пробуй, вкусная вода? Шариланкийская. Даша каша по 120 рупий. Движение, конечно, ого-го. Видели мы уже здесь эти грязи-басы, это, конечно, да. Вот, пожалуйста. Это ветаптеки, веткорма. Ну, район, кстати, прикольный, вот где мы сейчас заселились. Да. Так, это что? Это автосервис, вот, пожалуйста, вот так выглядит. Прикольненько. Так, короче, мы тут мимо проходим. Мирошка пока сидит. Увидели, что есть кокосы. Смотрите. Сейчас купим кокосы и еще бананы. Не получилось с кокосами. Там бабулька, она говорит, не, говорит, я не бью кокосы. Мы пришли на завтрак. Ребята с видом на океан. Представляете? Это океан. Пойдемте вместе с вами поближе сюда подойдем. Дети ходили, мы пока заказывали. 300 рублей стоит завтрак. Сейчас покажу, что мы 4 штуки заказали. 1800 рупий. Ну и вот он, океан. Океан! Первый раз в жизни мы видим океан. Это, собственно, и есть пляж у Наватуна, где можно купаться с детками. Мы единственное, что шли вообще на разведку и даже прошли этот пляж на самом деле. Вроде типа долго-долго идти. Пойдемте пробовать. Но вот здесь с детьми купаться идеально, как говорят. О-о-о! Парное молоко, слушайте! Красота! Вон там лучше всего купаться с детьми. Вот где коса. Красота! Ой, красота! Настюша, я приглашаю тебя в океан. Кайф, да? Теплая! Ой, как утягивает! Да, она не теплая даже! Очень теплая. А какой песочек-то здесь! Смотрите, здесь есть такой еще кусок вулканического песка. Черный. И дети залипли в этой истории. Но вот тут мы будем сейчас завтракать. С видом, да? Посмотрите, какой вид прекрасный. Сегодня на завтрак. Ну, очень интересный пляж на самом деле. Потому что, вот видите, вот эта вот чернота, это какой-то риф. Люди туда плавают с масками. Там, видимо, подводный мир шикарный. Может быть, тоже это сделаем. Вот видите, прям идет. И там вот волны сильные. А потом они разбиваются, и все. И здесь уже красота. Никуда тебя не утащит. Как бы суперская история. Да, пляж реально крутой. Одно из самых прекрасных утров. Да ладно, что там говорить. Самое прекрасное утро за последнее время. Время 7 утра по-московскому. Представляете? Вот 7 утра. Так, окей. Можно, видите, да. Чикс. Шел парень. Говорит, у меня вкусный кокос. Вот так вот. Парни, смотрите, кокосом открывают. Сейчас, не знаю, по-моему, 200 лир, что ли, стоит. Или 400 лир, что-то такое. Да. Ой, господи, я привык к лирам. Короче, вот этих вот местной валюты. Тём, пробуй, бери. Пробуйте. Мирош, иди пробуй. Иди пробуй. Иди пробуй, сынок. Давай, давай, давай. Ну ты мне всё закрыл. Ну чё, как? Кокос стоит 400 рупий. Ну так может быть дорого. Артём, он же пьёт. Мы не знаем, сколько он должен стоить. Сколько он должен вообще стоить? Мне кажется, достойно. Так, у нас тут сразу развлечение. Правда, нихерачи там, где люди плавают. Прям по головам. Это, конечно, вообще сумасшедший дядька. Нам начали приносить завтрак. Посмотрите, какая вот такая фруктовая нарезка. Здесь манго, банан, ананас, арбузик, ещё что-то. Соки какие-то тоже. Не знаю, какие соки. Правильно, всё, мироха, короче, хватает. Так, а вот нам принесли уже непосредственно сам завтрак. Ну, как бы такой настоящий, да? Это яичница с чем-то там, с помидорами, по-моему. Две куриные сосиски, хлеб. Здесь ещё вот варенье, масло какое-то, джем, что ли. Вот так кушаем. Слушайте, вот это объедалово. Просто невероятно. И всё это дело ещё шлифуется вот этим соком. Не знаю, с чего он, видимо, там манго, ещё что-то. Но очень вкусно. Позавтракали, насладились. Сейчас пойдём домой ещё дела делать. А потом надо обязательно прийти покупаться. Я думаю, вы тоже хотите вместе со мной искупаться в океане с камерой. Всё как мы любим. Фу, кстати, вышло всё это дело на 7920 рупий. Мы дали 8. Они вообще вкручивают сразу же обслуживание 10%. Вот они, кстати, грейзи-басы. Смотрите, как сделаны стилёво. Сумасшедшие, реально сумасшедшие. Люди на ходу выпрыгивают. О, бип-бип, да, да, да. Да, Шри-Ланга богата, наживно. Здесь есть вот такие маленькие муравьи красные, которые тоже кусаются. А ещё вот, смотрите, какая скалопедра. Но её атакуют, короче, вот эти как раз муравьи. Как тебе, сынок? Сейчас ещё обезьяны придут. Я решил сходить до магазина. В тот, где мы мимо уже проходили него. Сейчас купим, посмотрим, что там по ценам. Так, я купил, короче, вот два пакета. Сейчас, это единственное, что какой кофе был. Сейчас разложу вам, покажу, что почём вышло. Закинулся продукты домой. Настёнка пока их разбирает. А я хочу сгонять ещё в мясной магазин. Купить нормального свежего мяса, потому что в магазине вообще чисто заморозка. Как бы заморозка, это... Нам точно не подходит. И ещё на обратном пути зайду в овощную палатку и куплю бананы. Может быть, ещё что-то возьму, но бананы прям такие, связки у них классные. Ох уж, это трапик прям по руке, чуть не ударил меня мотик. А вот, собственно, мясной магазин. Вот он, Аймаш. Вот прикольно. Только привыкаешь к одному, то есть, конвертация одной валюты, как нужно привыкать к другой. То есть, в Турции, например, мы жили, мы считали как бы в плюс. То есть, сейчас нужно, наоборот, считать в минус. Давайте я вам покажу, начиная с последнего. Смотрите, 2 килограмма бананов. 2 килограмма. Банан стоит 380 рублей. Курица свежая, домашняя. И вот эта вот приправа вышла на 2 450 рублей. Курица здесь 1800 рублей. Дальше, в том супермаркете я купил, значит, морковку, купил лук, купил картошку, купил 2 хлеба, купил, значит, 2 молока, 2 литра, молоко по 500 рупий. Купил масло, но это, видимо, не растительное, но типа для овощей. 1300 рублей стоит чай, местный цейлонский, не помню сколько. Купил вот такие печенюшки, тоже не помню сколько. Дальше, макароны. Купил еще небольшую шампуньку и кофе. А, еще вот мыло. Все, это вышло на 7376 рупий. Такие цены, мне кажется, если что-то покупать вот прям местное, то будет точно дешевле. А если покупать примерно как везде, ну молоко тоже самое стоит, 100 рублей литр сейчас, наверное, так и везде уже. Бананы. Он меня спросил, говорит, лимон, я сначала не въехал, ну, просто головой ему кивнул и вообще не понял. А сейчас Настенка пробует и говорит, такие кислые, говорит, интересные. Сейчас я попробую. Они такие, получается, маленькие. На вкус реально кислит. Ну, я таких никогда уже сделал. Да, когда у нас такие прикольные. Интересные очень. Такая интересная кастрюлька. Ее, дочка, кастрюльку ты не назовешь. Надеюсь, здесь там хватит. Готовим наш обычный традиционный суп любимый. Так, давайте я вам сделаю обзор, значит, нашей вилы. Это двор. Вот такой вот красивый, зеленая травка. Есть место, где можно вот так отдыхать и кушать под зонтиками. Куст бамбуковый растет. И есть вот такие стульчики. Сушилка. Двор круговой, то есть можно вот так по кругу ходить. И вот так вот туда. Туда там, кстати, еще летний дождь. Сейчас дойдем, покажу. Место под машину. Это очень здорово. На второй этаж лестницы там ребята живут уже из России. Так. Вот. Собственно, туда уходит еще участок. И непосредственно вход к нам. Добро пожаловать. Чикс. Заходим. Здесь у нас такая небольшая гостиная. Стоит кожаный диван. Два кресла. Стол. Никаких полок. Меня брательник предупреждал. Говорит. Сразу не удивляйтесь, что шкафов здесь вообще и полок просто минимум. У нас есть такая лестница, которая ведет в никуда. Видимо, когда-то эта лестница вела на второй этаж. Потом перекрыли и сделали вход с улицы. Так, здесь у нас первая комнатка в стиле хромакей. Стандартные вот эти марля висит. Две кровати сдвоенные. Есть вот такие вешалки, да, перекладинки под полотенце. Окошко. И небольшой шкаф. Сверху вот эти вот здоровые вентиляторы. Далее у нас коридор. И справа у нас детская комната, где живут мальчишки. Здесь также две кровати. Все в зеленом цвете. Марля висит. Такой же шкафчик небольшой. И вешалка. Все здесь, как говорится, тоже ничего необычного. Также у нас есть небольшая гостиная. Точнее, обеденная зона даже. С окном. Там у нас умывальник. Давайте я вам покажу его. Туалет-душ, умывальник. Вот здесь тоже ничего такого сверхъестественного. Раковина, зеркало, душ. Главное, что есть постоянная горячая вода. И унитаз. Так, ну и здесь, собственно, кухня. Настенка его доготавливает. На кровавнике нету. Ага. Есть холодильник. Никаких полок нету. Есть небольшие шкафы. А, вот, одна полка. Ну и, собственно, по сути, все раковина. Духовки нету. Машинка здесь на втором этаже стоит. Общая. Можно стирать бесплатно один раз в день. Газ. И выход на задний двор, про который я вам и говорил. Вот, пумс, летний душ. И здесь, собственно, тоже стоит раковина. И еще здесь есть у нас вот такая зона, где есть мангал и даже какой-то рабочий стол. Еще ползают красные муравьи, которые кусаются. Собственно, такая вилла, она нам обошлась в 350 долларов за месяц. Без каких-то там депозитов и так далее. Просто 350 долларов. Считаю, что достаточно неплохо. Вот так, кстати, она смотрится снаружи. Вы даже не представляете, насколько нам не хватало нашего любимого супа, пока мы были в дороге. Да, но мы ели его за колоссальные какие-то деньги. И булки тоже такие толстые. Ой-ой-ой. Короче, на самом деле, посмотрите предыдущий видеоролик, кто не посмотрел, как мы сюда добирались. Это, конечно, блокбастер какой-то. Мы пообедали как следует. И вот теперь мы идем на пляж купаться. Да, парни? Да, мы еще поспали 4 часа, так что мы сегодня можем так вечером еще потусить, походить по городу погулять. Это кусочек. Это не город, это поселок или деревня. Мы решили сейчас до пляжа доехать на тук-туке. Заодно посмотрим, сколько он стоит. Так, в общем, вот, смотрите, едем вот на таком тук-туке. Стоит 400 лир. Чикс. Сейчас попробуем. Вот как это выглядит. Так, Мироша, как тебе? Максимально опасная штука, конечно, сто процентов. А вы там можете улететь просто. Ну да, ну я просто, видите, как он так сужен их района. Биг-биг. Покажу вам 500 чирландских руби. Вот так выглядит. Красиво у них деньги, конечно, он с попуганчиками. Я, как и предполагал, у нас привез сейчас на другую сторону этого пляжа Новотуны. Мы, получается, смотрите, были сегодня вон там, вот где видите, типа волны. А сейчас мы вот здесь. Классно, да, звучит? Вон там и вот здесь. А послушайте. Здесь плюс-минусы то же самое. Заодно посмотрим, как говорится, другую сторону. О, какой обрывчик. Смотрите, как здорово. Волны, вот люди просто челят на волнах вот так вот. Хлевенько. Давайте вот сюда, Машин Стен. О, ну все, сейчас будем купи-крупи купаться. Полотенце с собой не взяли, ничего с собой не взяли. Ну ладно, это же мы. Мы так любим делать, да? Эти какая красота. Так, Тёма, короче. Тёма, далеко не заходи здесь. Ну что, пойдёмте. Попробуем покупаться в океане. Это наша будет первая в жизни купалка в океане. Вода-то тёпленькая. Да, возле берега. Смотри, как шикарно. Да, купаемся возле берега, парни. Потому что это океан. Возле берега, Артём. Вот тут прям. Там глубина начинается. Видишь? Видишь? Я тебе про что и говорю. Ой, эти тяги, да. Фух. Мы в океане вместе с вами. Ну давайте нырнём. Солёненький. Ой, как классно. Слушайте, такой тёплый. Ой, вообще нереально. Вау. Смотрите, волна. Ты чё, Мироша? Так, Мирошка расстроится. Ой, как затягивает. Опа. Супер. Как вам океан? Мне кажется, здесь немножко, конечно, мутновато. Надо где-то купаться. Либо из-за песка. Этим, не, ну в целом-то нормальное. Ну мутновато. Но Смирошка не захотел идти купаться. Один раз окунулся и всё. А мальчишки вообще не вылазят. Вода очень тёплая, на улице тепло. Блин, это что-то невероятное. Смотрите, какие кораллы. Здесь, короче, смотрите, кораллы, да. Вот то, что про Рив говорил. Классно. А ещё здорово стоишь и смотришь на все эти пальмы. Посмотрите, как смотрятся. Обалденно. А под вечер пойдём сейчас в сторону дома. И прогуляемся вот по этой самой туристической улице Вуновантуна, по которой мы ехали. Но сейчас мы пройдёмся пешком, посмотрим кафешечки, ресторанчики. Пойдёмте. Планкицы играют в футбольчик. А мы будем отправляться. Я не знаю, как у вас, но меня эти пальмы сводят с ума. Смотрите, как они наклонились. На них растут кокосы. Главное, чтобы на голову не свалилось ничего. Смотрите, какие длиннющие. Да. Впервые в жизни. Такое видим. Так, начинаем двигаться по этой улочке. Смотрите, как здорово. Всякие палаточки. Тук-туки. 400 лирок, как я уже показал ранее. Байки, не знаю, сколько стоит в аренду. Здесь, вот видите, тоже можно жить вот в этих вот вилах. Но, но здесь, конечно, шумно, прикиньте. И трафик, и все сигналят. Конечно, ещё то удовольствие. Вот, пожалуйста, видите ресторанчик. Всё по-русски написано. Очень удобно. Так, двигаемся дальше. Смотрите, здесь, как прикольно. Окрошка на квасе. Блинчики с курой и... С курой и грибами. Не знаю, правда, что это такое. Тихо-тихо-тихо. Стой. Вот, и там можно детей покормить по-русски. А называется ресторан Греча. И название выложено из гречи. Здорово. Так, ну вот как хотели бы попробовать оранжевые кокосы. Они говорят, очень вкусные. Самые вкусные. Стоят всего лишь 200 рупий. Вот, нам видите, разбивают сейчас. Чикс. Вот. Видите, как четко. Так, вот родик удали. Полностью прям под завязку там сока. Ой, красота. Как мы мечтали об этом. Давайте. Зашли ланку. Давайте. У-у-у-у. У-у-у-у-у. Это очень вкусно. Короче, надо стримы проводить с кокосами. Вот так вот. Ха-ха. Чин-чин. Вот, пожалуйста, заведение. Борщ украинский, вареники, пельмени, котлеты, блинчики и так далее и тому подобное. Все прям четко для наших. Вот, пожалуйста, еще раз. Видите, море продуктов. Трест на гриле. Чара капится на гриле. Креветки. Суп, том ям. У нас есть меню на русском языке. Вот, видишь. Отойди, отойди, отойди. Вот так вот. А вот, кстати, операторы мобильные. Кому нужно. Вот. Пожалуйста, четыре. Штуки целых. Здесь вот как раз, кстати, вот эти вот палатки, посмотрите, со всеми классными фруктами местными. Что только нету. Красные бананы, ананасы, манги и так далее и тому подобное. Вот тут прям и стоят копейки. Так что кто будет в этом поселочке, обязательно по этой улице нужно обязательно прогуляться. Девчонки. Девчонки. А, вот это вот. Вот это вот. Девчонки огромные. Вот такие вот две тарелки. И все это 12 тысяч рублей. И прикиньте, нафигасе, вообще кайф. В общем, друзья мои, улица очень крутая, так что, как я сказал тут ранее, обязательно к посещению. Мы решили, что как-нибудь сходим в этот ресторан, и за 12 тысяч местные валюты объедимся. Рыбы! Ну-ну-ну, тутук! Вот тут тутуки постоянно предлагают, но нам тутук-тут не нужен, мы пешком пойдем. У вас, смотрите, какой очень красивый магазинчик, сегодня пару раз ходили. Но не было так его видно. Это сейчас все подсветочки, туда-сюда. Так, местные лепешечки, пожалуйста. Пещерняя атмосфера. Красота! Папа, мы только первый день уже удивляемся. Вот они, вот они, стой, стой, Стема, стой! Вот это носятся, так быстрей, быстрей, быстрей. Как вам? Ха-ха! Так, мы никогда этого не делали, надо что пробовать вот эти вот балдахины развязать. Спать в тюле просто, в марле какой-то. Это, конечно, прикольная история. Ну что, попробуем. А то сегодня уже гиппон ворвался мы сегодня. Или как он там, ящерица такая красивая бегала здесь по стене. Вот так вот, да? Смотрите, как получается. О, да уж. Ну, получается, вот она. Вот так вот одевается и вот так вот спишь. Вообще, на самом деле, я не знаю, я вот сколько тоже мониторил, у многих уже это тюринисты, ты говорил чуть ранее. Все пользуются вот этими вот херовинами. Но, учитывая, что здесь окна, видите, такие, то есть сквозная дырка никак не закрыта. Соответственно, может, паук заполз, ящерица какая-нибудь. Вот, поэтому в любом случае лучше такое что-то литроваться. На этом будем завершать данный видеоролик. Так прошел у нас первый день в Азии. Вот так вот насыщенно. Много чего уже изучили, много чего уже посмотрели. По крайней мере, вопросы с деньгами решили, как здесь будем это делать без всяких помогаторов. Надеюсь, пока мы здесь будем обходиться, чтобы не терять на лишних вот этих переводах. Пишите свои комментарии, ставьте лайк, если не поставили в самом начале выпуска. Помните, что все самые важные и нужные ссылки для путешествий есть в описании. Обязательно подписывайтесь на наши другие аккаунты и в Яндекс.Зене, и в группе во ВКонтакте. Там совершенно другой контент, не только видео, а еще и посты, статьи, стольки и так далее и туподобное. Поддерживайте нас везде, у нас везде интересно. До нового выпуска. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok